...услуга стоит, стоит ли на тех денег, которые предъявляются, и как эта услуга сегодня предоставляется, и кому предоставляется. Мы такой анализ провели, я просто несколько таких моментов обозначу, и в конце постараюсь прокомментировать первый момент. Как мы к нему относимся, хорошо или плохо, но, значит, на сегодняшний момент, на сегодняшний день, ситуация с оснащением ГЛОНАСС. Есть позиция Верховного суда, которая говорит о том, что оснащение ГЛОНАСС, транспортных средств, частных перевозчиков на сегодняшний день не является обязательным требованием осуществления перевозок. Я для информации могу просто обозначить определение Верховного суда 26 октября 2011 года, где сказано, что на федеральном уровне не установлены обязанности перевозчиков осуществлять навигационную деятельность, иметь в своей структуре службы навигационной деятельности, либо заключать гражданский правый договор с действующими субъектами, оказывающими услуги в сфере навигационной деятельности. Это ответ на первый вопрос. Насколько это сегодня необходимо, насколько мы поставлены перед безвыходной ситуацией, что ГЛОНАС ставить надо? Ответ Верховного суда. Дальше. С точки зрения формирования конкурса о том, насколько сегодня ЦДС навязан в городе Кирове. Мы все конкурсные условия проработали, я скажу, что я прорабатывал с обеих сторон баррикад. В конкурс прошел судебные инстанции, все перевозчики прекрасно знают. Давайте обратимся к документу. Договор. Пункт 2.1.8. Перевозчик обязан ежедневно предоставлять в МАУ ЦДС ГПТ результаты контроля рейсов, выполненных транспортными средствами, не оборудованными средствами автоматизированной системы управления. Пункт 2.1.9. Обеспечить передачу данных в МАУ ЦДС информации в реальном масштабе времени в отношении транспортных средств, оснащенных аппаратурой с спутниками навигации ГЛОНАСС-ГПС. Ответ очень простой. Есть ГЛОНАСС-ГПС, передавайте через ГЛОНАСС-ГПС. Если нет, значит обеспечьте ежедневную передачу данных в ЦДС.